Очень интересная тема, сложная тема, но попробую рассказать ее подоступнее. Какие могут быть боты? Это могут быть боты и личные помощники, могут быть справочные системы. Они могут выполнять какие-то специальные задачи, они могут работать с сервисами, работать с открытыми линиями, ну и просто развлекать. Все мы любим развлекаться. А личного помощника, этого вы точно знаете, это наша Марта. Она помогает ответить на вопросы про Bittrex24. Она на верхних тарифных планах подсказывает, какие планы на день. Мы скоро выпустим обновления и на бесплатных, и на ниже тарифах тоже это будет. Бот справочной системы. Ну, хороший пример, это наш бот FNS, который показывает реквизиты компании. Вы можете скинуть ему ИНН или, например, фамилию руководителя, и он расскажет какую-то информацию. Данный ботом, на удивление, очень много пользуется. Там 50-60, по-моему, тысяч запросов идет в месяц. Есть боты для каких-то специальных задач. Это не очень публичные боты. Денис Шаромов, руководитель нашей техподдержки, сделал для своей команды такого бота, который позволяет посмотреть тикет, не заходя в тикетную систему. Я думаю, даже внутри нашей компании не все об этом знали. Работа с сервисами. Много, большой-большой на самом деле простор для мысли. Это могут быть какие-то переводчики. Хороший пример сделали бота для распознавания. Кидаешь ему картинку, он через пару минут тебе отдает уже документ, и ты можешь работать уже с текстом. Очень хороший бот, наверное, для нашей конференции бы пригодился. Это бот за МКАДыш. Он рассказывает, сколько от МКАДа доехать докуда-то. Например, до нашего калининградского офиса какие-то 14 часов и 1200 километров. Мы планируем запустить новую категорию для работы с открытыми линиями. Боты для открытых линий могут выступать первой линией поддержки. То есть пока еще оператор не ответил, бот может как-то ему подсказать о компании, какие-то акции, может быть, рассказать, еще какие-то вещи подготовить. Грубо говоря, клиента к тому, что сейчас придет менеджер и все ему расскажет. Второй сценарий в открытых линиях – это когда вы общаетесь с клиентом, вы что-то не знаете, подключаете бота, что-то у него спрашиваете, он отвечает, и вы отвечаете клиенту. Ну и боты для развлечений. В нашей компании очень полюбился гиф-бот, например. Практически ни одно обсуждение не обходится без красивой картинки. Особенно, когда мы запускаем какой-нибудь большой релиз, мы обязательно просим гифе прокомментировать данное событие. Есть очень колоритный персонаж Андрейка от наших партнеров. Подключите этого бота, очень много интересного узнаете. Итак, бот-платформа Bitrix24 – это выгодно, технологично и просто. Сегодня я вам расскажу про каждый из этих пунктов. Почему разрабатывать на бот-платформе Bitrix24 – это выгодно? Многие из вас, раз вы здесь остались, значит, интересуетесь этой темой, знаете, какие существуют бот-платформы. Это Telegram, Facebook, Kik Messenger, WhatsApp, Slack. Но есть среди них одна общая черта, которая практически между ними. Они все разработаны для клиентов. То есть с ними общаются именно клиенты. Потому что мессенджеры для Telegram, для Facebook – там не компании сидят, там сидят люди. Для бизнеса на самом деле существует только две платформы. Это у Slack и у нас. Почему разрабатывать под B2B выгоднее, чем для B2C? Это, конечно, такой вопрос дискуссионный, но попробуем немножко обозначить. Для клиентов вам придется разрабатывать какое-то приложение, чтобы их заинтересовать. Ну, это и там, и там требуется. Но цену на него вы не сможете поставить очень большую. Физические лица не очень готовы платить за ботов. Ну, вообще, в принципе, они не очень готовы. Пойдут где-нибудь, возьмут информацию и все. Для бизнеса ситуация немножко меняется. У бизнеса больше денег, и если этот функционал стоящий, они могут себе позволить его купить. Опять же, разрабатывая для клиента, у вас, вероятнее всего, будет очень много установок. Вам придется каждого клиента индивидуально поддерживать. Вам потребуется больше вычислительных мощностей и так далее. Для бизнеса, скорее всего, установок будет меньше, зато клиенты будут крупные. Будет меньше задействована техподдержка и меньше потребуется серверов. Ну, и раз вы здесь все собрались, то, скорее всего, вас интересует именно платформа для ботов, для бизнеса. Совсем недавно даже где-то здесь, возможно, сидит наш партнер, не вижу его совсем, Антон Кистряков. Мы с ним разговаривали, и он сказал, что прямо сейчас у них в разработке два бизнес-бота, с помощью которых они планируют в этом году заработать 4 миллиона рублей. Но, мне кажется, хорошие цифры всего за полгода. Сейчас я вам расскажу, почему разрабатывать на бот-платформе Bitrix24 это технологично. Гендиректор Кик произнес очень интересную цитату, что сначала у них были сайты у всех нас, потом появились приложения, уже на сайты меньше стали заходить, начали пользоваться мобильными телефонами, А сейчас наступает аэроботов. На самом деле, по статистике Комскора, пользователь в среднем запускает ежедневно не более шести приложений. Попасть в его телефон сейчас катастрофически сложно. Но среди них у всех есть какие-то мессенджеры. Это может быть Facebook, те, кто работает с бизнесом Bitrix24. Поэтому к нему в телефон можно попасть теперь через бота. Давайте рассмотрим возможности популярных бот-платформ, какие существуют. Вы можете обратить внимание, что все базовые возможности в нашей бот-платформе реализованы, и вы можете их использовать. Более того, наша бот-платформа выгодно выделяет два последних пункта. Во-первых, мы их интегрируем в открытой линии. Это значит, что боты будут не только внутри ваших Bitrix24, но и за пределами на ваших сайтах, других социальных сетях и так далее. И еще один немаловажный пункт – это встроенные бизнес-инструменты. Bitrix24 – это же не только чат, хотя я не уверен. В нем есть и задачи, есть и CRM, пользователи. Очень большой функционал, и вы всем этим можете управлять через бота. Давайте попытаюсь подробненько рассказать. Время не знаю, хватит мне или нет. Богатое оформление и форматирование. Вы можете в каждом сообщении от бота использовать форматирование, курсив, выделение, цитаты, богатые ссылки. Если вы кинете ссылку боту, вернее вообще в любой чат, то эта ссылка станет богатой с предпросмотром, вы сможете понять, куда вас хочет вывести этот пользователь. У нас доступны активные ссылки. Это значит, что как только пользователь книги нет по ссылке, то можно будет перейти в чат, в какого-то другого пользователя, например, совершить автоматический звонок и так далее. Отдельным пунктом у нас существует вложение. Вложение – это конструктор. Вы можете собрать свое вложение из разных блоков. Это пользователь, таблицы, файлы. И сделать так, чтобы пользователь мог красиво понять вас, как-то лучше увидеть вашу информацию. Встроенные команды. Существует несколько разных типов. Это глобальные, когда они доступны для всех пользователей. Существуют локальные, когда они доступны только, когда вы разговариваете с ботом. Существуют скрытые команды, которые нигде не видны, но их можно использовать в клавиатурах. Их можно использовать просто написав в чат. И мы добавим новую категорию. Она пока еще недоступна. Это будет категория для открытых линий. Эти команды могут выполнять пользователи, зайдя в онлайн-чат. У нас есть функционал набираемых клавиатур. С помощью клавиатур вы сможете создать более интерактивные сообщения. Например, вы можете... Не видно. Вы можете сделать какие-то кнопки, которые будут вести на сайт. Либо кнопка какой-то действия. То есть пользователь нажмет, и бот это узнает и сделает какую-то определенную операцию. Эти кнопки можно использовать для, например, организации справки. То есть вы спрашиваете что-то у бота, он вам дает такую навигацию. Либо вы можете сделать каталог товаров. То есть он показывает вам первый товар, и снизу кнопочки 1, 2, 3, 4, 5. Вы нажимаете на 2, 3, 4, и этот товар меняется. Наша бот-платформа может общаться не только с пользователем, но еще создать какой-то чат, пригласить туда людей, как-то всем этим управлять, отправлять уведомления. Ну, опять же, интеграция с открытыми линиями. Мы считаем, что это прям очень клевая штука, и очень интересно вам будет для разработки. Встроенные инструменты – это весь наш богатый битрикс24. На слайде представлено все, что он умеет. На самом деле, скорее всего, мы покрыли большинство задач. Теперь я расскажу, почему это просто. Работает это все очень просто, на самом деле. Вы можете написать бота на любом языке программирования, который вы знаете. Единственное, что вам потребуется, это понимание, как работает протокол HTTP. Соответственно, если вам нужно отправить какие-то данные, вы по протоколу отправите пост-запрос на наш сервер, он что-то выполнит. Если появится какая-то информация, которая нужна будет сказать боту, на ваш сервер будет отправлен GET-запрос. Мы подготовили полнофункциональный пример бота, который вы можете скачать прямо сейчас и использовать его как шаблон для того, чтобы разработать своего бота. Здесь на видео буквально за одну минуту вы увидите, как можно его скачать с нашего ресурса, разместить на сервере, подключить его к Bittrex24 и этот бот уже вам будет отвечать. У меня сейчас времени уже не хватает, поэтому я прокручу. У нас существует свой бот-стор. Это то место, где располагаются все наши боты. Здесь представлены некоторые из них. Мы хотим, чтобы их было больше, поэтому мы ожидаем от вас, что появятся новые боты. Важный момент, который спрашивают нас постоянно. А где документация? Как этим всем пользоваться? Мы пару месяцев назад сделали черновики документации, и все, кто хотели, могли их почитать. Все это время наш отдел документации в пути лица трудился и составил новую красивую документацию с картинками, с видео, с примерами. Вам очень понравится. Снизу указан адрес, вы можете зайти, посмотреть. Это практически новый формат нашей документации. Спасибо большое Александру Суворову, нашему техническому писателю, провел большую работу. Спасибо партнерам, кто читал документацию и подсказали, как ее улучшить. Вот платформа V324. Это выгодно, технологично и очень просто. Пользуйтесь нашей платформой. Я успел? Ты очень стремителен. На самом деле перед докладом Женя подошел и напугал меня. Говорит, ты знаешь, Миша, у меня столько информации, что я в 30 минут никак не вмещусь. И вот прошло 15, и ты в финале. Значит, отвечу на все вопросы про открытые линии, про ботов. Рассказывай. Да, мы немножко задаем вопросы, может быть, возьмем их отсюда, и если там останется немножко времени, может быть, даже с открытых линий пару штук. Так, ну, ты показывал Марту. Показывал. Это бот, который есть у нас. И понятно, что Марту... Мы этого бота сделали совместно с наносемантикой. Мы все время ее улучшаем. Она знает очень много про Bitrix24. По статистике 86% вопросов, она знает ответ. А на все остальные, она умеет играть в крестики-нолики. Напишите ей, хочу поиграть в крестики-нолики, и она поможет вам. Вообще, Марта, действительно, это большой проект. Это не вот тот слайд за минуту, который Женя показывал, как можно создать бота и разработать. Технологически, Женя поправит меня, если я немножко ошибаюсь, технологически создать бота не очень сложно. Самая большая работа в том, чтобы научить его правильным алгоритмам, распознавать то, что у него спросили, и выдавать правильные ответы на вопросы. Так вот, делая следующий шаг, может ли пользователь Bitrix24 использовать нашу Марту или аналогичного бота для того, чтобы консультировать внутри коллег, делать такую базу знаний. Когда есть бот, он знает основную информацию, и пользователи что-то у него спрашивают. Что для этого нужно, как поступить в этом случае? Ну, вообще, на самом деле, нас очень часто спрашивают, как дать свои знания Марте, чтобы она могла отвечать. Сейчас, конечно, никак, но мы прорабатываем этот механизм, скорее всего, мы дадим обязательно партнерам, чтобы они могли подключать свои модули, чтобы Марта могла отвечать, например, о корпоративной культуре, какие правила, где находится директор. Это же очень важно, знать, где директор. На месте ли он. На месте ли он. Или знать, когда заходит директор. Я знаю, что есть. Можно по камерам просто следить. Можно Марту не просить. Когда директор заходит в помещение, все закрывают, автоматически сворачиваются окна, и все начинают просто работать. Так, ну, хорошо. Как выглядит наш конструктор по созданию ботов? Есть у нас конструктор по созданию ботов? У нас нет конструктора по созданию ботов. У нас есть хорошая документация, по которой по шагам вы сможете создать своего первого бота. У нас есть там пример с ботом, который будет управлять задачами. У нас есть пример бота, который просто повторяет за вами. В принципе, два базовых бота, с помощью которых вы можете понять механику, как это работает, и создать своего бота. У нас существует конструктор вложений. Это, правда, не конструктор ботов, но тоже ничего. Можно будет взять готовые блоки и составить очень красивое уведомление или какое-то сообщение, чтобы пользователь не в тексте вычитывал, что это такое, а разместить там красивую таблицу. И он будет видеть всю нужную необходимую информацию. Я вижу руки из зала и напомню, что вопросы мы принимаем через мобильное приложение. Максим, если я, да? Да? А я прям вот... Смотри, вопрос от... А, все, я вижу. Я смотрю профессиональные вопросы, как раз готовлюсь его читать. Когда будет дружба с ChatFuel? Мы открыты для разговора? Ну, на самом деле, хороший вопрос. Мы бы хотели пользоваться в IT. Это же ChatFuel. Что это такое? Может быть, многие не знают. Это конструктор ботов, правильно? Люди не любят программировать, но хотят своих ботов. И с помощью таких конструкторов там меню определенное. Ты говоришь, хочу, чтобы было меню. Бац, у тебя меню. Заполняешь какие-то пункты, и у тебя все есть. Мы рассмотрим это предложение обязательно. Сделаем меню конструктор для ленивых. На самом деле, мы ждали, пока у нас появится документация. Без документации идти и говорить, у нас клевая платформа, давайте, но никак. Теперь у нас есть. Обязательно зайди, посмотри, очень красиво. И все должно быть очень понятно. Так. Ну, смотрите, по ботам у нас плюс-минус вопросы закончились. Там есть вопрос по слайду. Мы, к сожалению, слайд сейчас не вернем с чат-стором. Но он есть у нас. Мы про сторы поговорим как раз в следующем докладе. Мы поговорим про сторы и в том числе про marketplace, в которых могут жить боты. Мы хотели взять пару вопросов, которые есть у нас по открытым линиям. Давайте я попробую восстановить в памяти, что же это такое. И взяли ли мы. Так, смотрите, друзья, оперативно не получается переключаться. Я тогда прошу Евгения поблагодарить. Спасибо, короче. Аплодисментами. Я напомню, что все спикеры у нас находятся в основном здесь.